Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем писать пейзаж Южной Франции. Писать будем гуашью в пяти этапах. Каждый будем разбирать отдельно. Сегодня нам понадобится гуашь, кисти, вода, желательно горячая. Я всегда использую горячую, так как она краски растворяет, мне кажется, больше. Тряпочка. Карандаш. Карандаш обычный, простой. Я использую вот такой вот. И карандаш посильнее немножечко, грубее. 8В. Чисто для вас. Чтобы было вам виднее и лучше. Стерка, естественно. Палитра. Палитра бумажная, чтобы было видно, какая краска. Так, бумага акварельная А3. И также фотография. Надеюсь, вы там ее приготовили заранее. Я ее скачала на планшет. Вот. Видно, наверное. Чтобы она у меня была перед глазами. Насколько вы заметили, я уже тут немножечко нарисовала. Но для вас я сейчас расчерчу посильнее. Чтобы было все видно. Так, писать будем в пяти этапах, как я уже до этого говорила. То есть, первый этап это небо и горы. Второй этап. Это у нас полянка дальняя. Там даже нет, не полянка, а даль. Получается, да, синяя даль. Потом вот полянка. Желтоватая. Зеленая полянка. И поле с цветами. Так, сейчас мы с вами начнем рисовать горы. Мы размечаем горы где-то посередине. Берем побольше, чтобы здесь вот будет у нас небо красивое. Будут облака. Глубое небо. Облака будут. Чтобы у нас облака поместились обязательно. Не бойтесь нажимать на карандаш сильнее. За гуашью его видно все равно не будет. Здесь у нас немножечко деревья будут. Но они потом, правда, изменятся все равно. Небольшая даль, вдали деревья. Так, это у нас лавандовое поле. Деревья. Деревья. Там деревья, кустики какие-то. Тут тоже у нас кустик будет. Так, самый главный домик. Не забыть его. Домик, я думаю, умеют все рисовать. Так, ну вот. Так, давайте поле лавандовое прочертим. Чтоб было потом нам легче. Конечно, оно может быть все это закрасится. Не так будет видно. Но все же. Тут кустик мы его тоже по нему прям нарисуем, так как он потом уже после поля появится. У вас будет запись всего этого. Так что, если вы не успеваете, вы сможете остановить и перемотать, пересмотреть. Так, цветы рисовать, прорисовывать мы не будем, мы будем их потом. Как я говорила, мы будем рисовать поэтапно. Для этого нам понадобиться кисточку. У меня она уже старая. По-моему, это 14-я. Если я не ошибаюсь. Вот такая вот. Понадобится белая краска. Сначала мы будем прорисовывать небо белым цветом. Так, еще нам понадобится тряпочка. У меня самая обыкновенная тряпочка вот такая. Я просто промокаю кисточки, чтобы они были полусухие, чтобы они были не мокрые. Берем белый цвет и просто вот так его размазываем. Белый цвет намного понадобится. Кстати, когда у вас краска вот так вот на кисти появляется. Видно, да? Бугарками такими. Ее можно вот так вот взять. Вот так вот раз. И раз. Там уже, видите, у меня уже какая-то еще краска была с прошлого раза. Но это ничего страшного. Все равно сверху мы закрасим все это голубой краской. И видно, ничего не будет. Если вам, допустим, кажется, что она слишком сухая, можно капельку водички добавить. Вот так вот. Вот так вот с края малярной лентой. Ее цепляем. И дорисовываем. Так как я люблю... Бумага полностью везде дорисована. Она подсохнет, потом она будет снова приклеить. Вот у нас уже небо. Там особо не видно. Теперь, значит, мы берем голубую краску. Ну, у меня она уже такая подсохшая. Вот у вас она может быть густая. Набираем сюда водички. Этой же прям кисточкой не моем ее. Набираем голубой цвет, она становится светлым голубым. И размазываем сверху прям. Вот так вот. Ну, прям такой становится красивый, такой морской цвет. Вот здесь вот по контуру аккуратненько проходимся. Если даже немножко вот остаются вот такие вот... Как мазюки такие, то это ничего страшного. Как будто бы облака там пролетают. Небо же не бывает прям четко голубым. Бывает, какие-то облачка белые пролетают. Бывает. На горизонте светлее небо, чем над вами. Вот так вот раз, раз. Так вот там что-то летает. Облачка такие летают. Голубенькая. У нас она не особо заметна. В принципе, видно, что она такая голубая. Вот. Голубенькая. Она сейчас немножечко подсыхает. Теперь мы берем белую краску и берем кисточку поменьше. Берем щетина. Наверное, тоже щетина. Возьмем, наверное, вот такой. Номер вот какого? Я не помню уже. Она уже совсем старенькая у меня. Ну, такая узенькая тоже щетина. Берем белую красочку. Будем рисовать облака. Облака у нас, как видите, идут вот тут вот немножечко. Здесь. Тут они над горами идут. Здесь немножечко. Начнем где-то с серединки. Вот отсюда. Вот так. Такими движениями. Полукруглыми. Раз, 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 раз. Раз, раз. Раз, раз. 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 А тут вот можно вот начать, пока там чуть-чуть подсыхает. Такие они, раз. Маленькие такие, аккуратненькие. Как я говорила, мы будем рисовать поэтапно. То есть первый этап мы будем небо с горами прорисовывать как следует. Пока его до конца мы не прорисуем, остальное трогать не будем. Так. Раз, раз, раз. И сможем чуть-чуть просто беленьким. Тут вот на горизонте просто беленькое. Так вот сделать. Если чуть-чуть заходим на контур, ничего страшного. Тоже скоро будет все синенькое. Тут вот, допустим, начать. Можно по несколько раз, вот так, допустим. Но видите, начинает сразу появляться. Быть более похожи на облака. Сверху. Вот тут. Ну, тут можно чуть-чуть сверху. Вот так вот. Оп. Они такие становятся пушистенькие. Мягенькие такие облачка. У нас, как вы заметили, по картине идут они. То есть вот тут вот. Все вот так вот в облаках. Так мы будем сейчас вот так вот. Прорисуем. Вот так вот все в облачках у нас будет. Если, допустим, у вас что-то вдруг не получается с облаками, вы можете все это губой краской снова закрасить и начать заново. То есть этого ничего страшного. Ничего такого там не будет. Если вы вдруг боитесь, что она может потрескаться у вас, вы можете, когда закончите рисовать, или хотя бы когда закончите первый этап рисовать, можете побрызгать ее лаком для волос. Она немножечко спасает. Только на балконе брызгается. Здесь можно немножко вот так вот. На фоне что-то там далекие облака белые. Вот так прорисуем. Вот я эту картину уже рисую третий раз. Первый раз у меня на нее был заказ. Она уехала куда-то за границу. Второй раз я рисовала мамин дни рождения. И вот третий раз с вами. Хочу повесить ее в себя дома. Уж больно она вдохновляет. И вот так вот раз. И вот так вот раз. И вот так вот. Так вот. Вот, они становятся где-то вот так еще больше, а потом она будет вот так вот снижаться где-то облака и вот тут заканчиваться, раз-раз. Еще немножко так краски, чтобы было более понятно, что тут облака, где-то вот они передние облака, где-то они вот тут там задние облака. Вот она, видите, краски меньше стало на кисточке, они уже получаются как задние облака, где-то они там далеко-далеко. Вот они получаются задние, можно вот так наделать сначала задние облака, вот так наделаем, наделаем сейчас, а потом подрисовать передние. Как даже может быть проще для кого-то. Можно сделать вот так вот. Вот, а теперь вот так вот прошло яблочко. Вот они пошли, передние облака, раз-раз-раз. Может быть они вот вышли вот тут немножечко. Они вот тут пошли. Здесь вот где-нибудь. Можно немного на гору заехать. Ничего страшного. Там все равно будет следующий этап. Следующий этап может заехать на небо. Вот так вот появляются облака. Облака рисуете в разнобой вот здесь в конце. Шахматные доски не надо. Это будет некрасиво. Гору вот эту тоже рисуете сбоку. В середине тоже не надо. Это тоже некрасиво. В некоторых случаях может быть да, может быть красиво. Но в основном нет. Вот. Какие-нибудь у нас облака получаются. Вот. Вы можете, когда, допустим, рисовать, отойти. немножко от картины чтобы рассмотреть лучше все хорошо получается или допустим еще смотрит через зеркало или на телефон фотографирует планшет там говорят лучше видно они такие у нас патичные даже тут еще немножечко так рисовать и по картине не так и есть а вот они идут вот в принципе у нас готовы облака горы относятся больше к небу небо и горы это первый этап ну ничего горы мы будем рисовать тоже сейчас белой краской мы их обведем и сверху синий фиолетовый так как они у нас все таки фиолетовые той же самой кисточкой берем горы поскольку у нас тут тоненькие довольно вот зарисовываем этот черный карандаш который тут вот присутствует у нас для вас чтобы допустим много раз не ловится в этот цепик я обычно беру вот так краску на кисточку где-нибудь ее тут сбоку вот так кладу и тут допустим дальше нарисовываю просто вот потом отсюда раз взяла и дальше нарисовываю вот так вот раз и нарисовываю вот так вот раз и нарисовываю водичку даже добавить Даже если у вас горы не получается Точнее в конце горы Карандаш вот этот черный зарисовать Это ничего страшного В любом случае мы будем Небо еще немножечко прорисовывать Когда нарисуем горы В любом случае закрасится у вас Суворовым рисуем в белом цвете Здесь вот на кончике тоже белое Все у нас Вот Какая у нас получается гора красивая Теперь мы будем ее сейчас Разводить У нас есть такая вот палитра Гора у нас будет фиолетово-бело-синяя Или даже может С голубизной наверное даже немножко Да Выбираем водички Вот сюда вот в палитру Берем Голубую краску Вот тут вот так разводим Собираем ее Сюда вкладываем Собираем И вкладываем Берем фиолетовую Ее нам понадобится немножечко совсем Ну мы будем по чуть-чуть брать И все это перемешиваем Перемешиваем все это Чуть-чуть берем Не бойтесь пачкать краски В любом случае они у вас испачкаются У меня раньше была лопаточка такая Я всегда вкладывала их в палитру Не хотела их пачкать А потом это все так надоело Столько времени тратить Много И потом в конце концов Если он остается этот цвет В этой краске Когда в следующий раз начинаете рисовать Он даже там становится нужен И в принципе он там зарисовывается Этим фиолетовым И получается небольшой оттеночек Даже очень красиво Вот Смотрите у нас получился Цвет горы Сейчас мы ее проверим Она сходит У нас Должна она сейчас быть немного светлее Сколько мы белым Уже покрасили И мы покрасим ее сверху На белый Докладываем В принципе нам нужно Чтобы она была светленькая Смотрите какая у нас красивая получается Сначала мы просто украсим цветом обычным Обычным светло-фиолетовым Старайтесь чтобы на кончике у вас На кончике горы не оставался Вот этот вот цвет Будет получаться как будто Какая-то Не знаю как объяснить Как будто веревка там какой-то Может сначала вот так вот тут немножечко А потом раз вот так и пугали Проходит Вся фиолетовенькая такая светленькая Вот Вот Гора уже начинает преображаться Даже то что На кончике ее немножко темно-фиолетовый Это кажется что она где-то там вдали Немножечко другого цвета Довольно хорошо Смотрится Хорошо и красиво Потом тоже так проводим Теперь значит мы немножечко сюда добавляем беленького Вот так чуть-чуть ее разводим Видите да Чуть-чуть вот она Беленькая И начинаем сверху горы Вниз немножко такими движениями Должна ли Побольше беленького возьмем Так вот Если вы посмотрите по картине То у вас Видны там белые впадинки Возможно это на горе лежит Немножечко снежок Или там может быть Что-то еще такое Можно вот тут вот Немножечко виден карандаш Его можно закрасить Вот тут Вот Такая Если чуть-чуть вам что-то тут не нравится Можно сверху немножечко вот Обратно фиолетовым Подрисовать Так вот Вот Довольно красиво получается Снова берем белый цвет И начинаем прорисовывать другую Как заметили на этой горке Горе Видны более такие Полосочки Прям вот на этой Здесь вот тоже То уже вот на этой горе Уже не полосочки Уже широкие такие полосочки Мы будем тоже прорисовывать Такие же Широкенькие Полосочки Также Там наверное больше снег лежит Чем На второй горе Снег наверное справа налево летел И весь остался на этой горе Ну немножечко вот тут Мы тоже кладем снежка Вот Здесь тоже Вот он Наш Первый этап Немножечко еще внизу Тут мы беленьким проходим Не боимся пачкать белый цвет Вот они такие На сборы Немножко помоем кисточки Я в тряпочке ее просто промокаю Не вытираю Просто промокаю Немножечко мы пройдем сейчас По небу еще Уберем красочки И вот Где мне не очень так нравится Вот тут Немножечко пройдем Немножко захватывая Вот этот фиолетовый цвет Вот Вот Здесь немножечко Там уже у нас все подсохло В принципе Дорисовывать работу Можно всегда Можно сидеть Подолгу Дорисовывать Я обычно Картины пишу От 7 часов До 10 До 12 часов Сижу Могу я целый день присидеть С 8 утра До часа ночи Не вставая Например Для меня это норма Так Вот наша гора Готовая Первый этап у нас готов Нужно даже Чуть-чуть 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 Вот здесь Подрисовывается Чуть Вот Ха Ту Чуть-чуть Продолжение следует...